Сейчас очень удобно многим родителям, как бы эта тема избита не звучала, телефон отдали в руки, и родители свободны дома, и ребенок занят, да? Вроде как на глазах, чем-то там занят. Я не устаю задавать вопрос на протяжении 6 лет поездок по районам и сборам с родителями на тему того, что у вашего ребенка в телефоне, самый парадоксальный ответ от родителей, когда ребенку там 10-11 лет, они говорят, а я не знаю, у ребенка телефон-то запаролен. Я говорю, кто платит за тариф, я, кто симптом оставлял, я, ну так может быть доверительное отношение или как-то там какой-то шантаж может быть семейный, все-таки вы должны знать, где ребенок. У нас с вами было несколько печальных случаев, когда ответственные сотрудники правоохранительных органов вычисляли так называемых кураторов, пускай это было эпизодически, и слава богу, что эпизодически на территории нашей области кураторов по синим китам и так далее и тому подобное. Были такие случаи, когда дети у нас на это, извините за такое слово, ведутся, читают. У нас в том году участились случаи преступлений, связанных с, это преступление называется, да, против половой неприкосновенности, преступления сексуального характера, самого физического воздействия не было, но у нас очень много взрослых людей рассылают свои фотографии, понятно чего, и требуют взамен у маленьких детей. Свои фотографии. Ребенок не научен в цифровой гигиене. Родителям никогда или абсолютно родителям не научены тому, чтобы отслеживать эти вещи. Очень действительно военное, переломное время, и сегодня у нас идет не только горячая война, но идет еще такая серьезная информационная война в социальных сетях. И, конечно, одними из первых тех, кто является подверженным, являются дети. Я буквально сегодня только вышел в школу, был во дня на больничном, не видел своих детей, но вот могу сказать, что те панические настроения, и очень, скажем так, сильно подавленные у кого-то, наоборот, очень искаженные представления, они, конечно, связаны с тем, что, безусловно, дети большую часть информации получают, конечно, из сегодня социальных сетей, Тип-Ток, Инстаграм, другие виды. Есть целый ряд законов, есть целый ряд преступлений в цифровой среде, которые наказываются уже. Здесь надо начинать с того, что просветительская деятельность. Здесь в карте четко сказано, у нас с вами во втором разделе, у нас, мне очень нравятся пункты 1, 4, 6 и с 11 по 13. Кто посмотрит, кому интересно, посмотрите, да? Создается безопасная цифровая среда, совместная ответственность за безопасную цифровую среду, обучать детей созидательно и ответственно использовать технологии и дальше. 11. Формируют сознательное отношение к своему поведению в сети, обучают осторожному обращению с персональной информацией и информируют детей о возможностях и опасностях в интернете. А в третьем разделе, 5, 6 и 8, принимают меры по предотвращению детей доступа к услугам и контенту, которые по закону должны быть недоступны для них, используют, обучают использованию, повышают доступность для всех категорий, используют технологические инструменты по защите детей онлайн в среде и создают и распространяют просветительский и воспитательный и позитивный контент. Вот это те такие столповые вещи, на которых зиждется не только хартия, а вообще само понимание цифровой безопасности. В Металисте молодым семьям вручили свидетельство на приобретение жилья. В прошлом году сертификаты получили 100 семей, в этом уже 150. Жители Магадана и округов получают возможность купить или построить дом. Финансирование увеличили в 17,5 раз, а это более 110 миллионов рублей. Некоторые семьи уже даже присмотрели жилье. Цель программы – обеспечить молодых людей жильем, а значит, поднять демографию области. Я хотел бы поздравить, во-первых, всех тех, кто в этом году получает эту поддержку, пожелать вам счастливого новоселья, так или иначе, я уверен, что оно будет. Со своей стороны хочу заверить и город Магадан, и вас, и все молодые семьи, мы эту программу будем поддерживать, как бы тяжело бы нам не было, потому что считаем ее приоритетом. Стать участником программы может молодая семья. Требования следующие. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не более 35 лет. Также семью должны признать нуждающимся в жилье. Сейчас в списке участников более 300 молодых семей. Все, кто сегодня был в этом зале и кто получает финансовую помощь в программе по программе «Дом для молодой семьи», это все люди, которые нужны Северу, нужны Магадану. Я думаю, что и дети, как и они, влюбятся и будут создавать здесь семьи, а родителям помашут ручкой, они уедут на юг в теплые края, когда наступит достойный возраст. Поэтому успехов. За время действия программы на территории Колымы выплату получили почти 700 семей. Консультацию по вопросам приобретения жилья можно получить в Управлении по учету и распределению жилой площади мэрии Магадана. 12 марта 2022 года в бухте Нагаева пройдет фестиваль по подледному лову рыбы «Клевая Колыма». Организаторы попытались учесть все ошибки с прошлого года и исправить их в этом фестивале. Участников и победителей ждут большие призы и незабываемые эмоции. К участию в соревнованиях допускаются лица, подавшие заявку, возраст участников от 18 лет и старше. Зарегистрироваться на участие можно в онлайн-форме. Близится всемирный женский день. Цветы, конфеты, бреды, кино. Мы решили выяснить у Магаданок, как они планируют отпраздновать 8 марта. Как? К детям поеду. Среди своих близких друзей. На природе, на лыжах. Все три дня. Или на сноуборде, на снегорке. Не знаю, пока что. В кругу семьи, как обычно, с любимыми и близкими людьми.